Карагандинцев учили зарабатывать деньги, не выходя из дома. В Нуратане прошел семинар «Народное IPO», где рассказывали и показывали, как приумножить не только семейный бюджет, но и бюджет страны. Впервые идея народного IPO была озвучена в феврале 2011 года в Астане. Тогда глава государства дал поручение правительству разработать программу размещения акций национальных компаний среди населения. Прошло уже два года, но многие граждане до сих пор не понимают сути народного IPO. Эта программа рассчитана только для граждан Республики Казахстан. И это самый крупный проект за всю историю нашего фондового рынка. Координатор Айнур Нупинова уверяла пришедших, что это уникальная возможность стать богаче за счет национальных компаний. Но несмотря на то, что программа называется «Народное IPO», рядовому гражданину, имеющему зарплату в 40 тысяч, сложно будет получить высокий доход. Мы должны понимать, что купив 1-2-3 акции, практически комиссия может не оправдать нашу, нам необходимо где-то 70-100 тысяч тенгет для того, чтобы ощутить какую-то прибыль. Если же вы решили приобрести акции, то для вас есть преимущество. Если вы станете участником, у вас будет два типа доходности. Первый доход – это дивиденды. Когда компания по истечению финансового года распределяет всю прибыль между держателями акций, то есть между акционерами, и вы можете получить доход в виде дивидендов. И второй тип доходности – это разница от продажи. Данный семинар проходит в рамках подготовки и к проведению респектантской акции «Единый день приема граждан» по организации программы «Народное IPO», которая стартует 26 апреля текущего года во всех филиалах партии. По словам организаторов семинаров, в программе планируется участие более 160 тысяч казахстанцев. Сама программа рассчитана до конца 2015 года. Воспользуемся мы этим моментом или нет, каждый решает сам. Амина Смакова, Боружан Алипов, Марат Култенов, Первый, Карагандинский.